Ребят, сегодня снимаем ламповый прямой эфир с Василием Хмельницким, предпринимателем, человеком, который от сварщика пробился на самой вершине бизнеса. И поговорим сегодня, собственно, о том, как вам проделать такой же путь, если вы сварщик. Но он, по-моему, там работал не только сварщиком, в общем, попробовал много разных профессий. Это очень интересно. В первую очередь известен для меня, как создатель вот этой истории с Unit City, этой экосистемы, этой украинской силиконовой долины. Кроме того, он имеет отношение непосредственно к Новопечерским Липкам, к Жулянам, аэропорту и к Океан Плазе. Вот, поэтому обсудим все. Управляет сразу более 50 бизнесами. Вот это, кстати, тоже интересно. Если вы думаете, что у вас в вашей записной книжке 50 задач, у человека 50 задач с 50 бизнесами, наверное. Вот будем выяснять, как можно управлять таким количеством бизнесов. Василий Иванович, здравствуйте. Я Роман. Я Василий. Это наши девочки. Они просто хотели с вами сфотографироваться. Можно? Нет, это ты хвастаешься. Да. Можно фоточку, селфи, и мы поем дальше. Давайте мы вас... Девочкам работать надо. Они вот ждали весь день специально с вами сфоткаться. Это дорогой вино? Да не знаю. Наверное, нормально. Мы сейчас поедем, кстати. У меня есть приложение VIVINA. Должно быть нормально. Можно? 4-3, кстати, неплохой рейтинг. Я до этого максимум покупал 4-2. Да ладно. Да. Было в молодости. Студенческие годы. Мне кажется, у всех было это именно в студенческие годы. Это, наверное, самый был... Я не знаю, правильно ли я делаю. Василий Иванович, ну давайте пока я коряво открываю бутылочку. Вы недавно удивили всех, тем, что вы завели свой канал. Канал у вас уже был в 1. Да, в принципе, да. То был... Вин вины шоу был. Но то было шоу. Мой любимый канал. А сейчас мы завели свой личный канал. Второй мужик. Да, ну отлично. Наконец-то. Есть теперь выпить за что? Правильно. Да, да, да. Я, кстати, тоже вино взял сразу. Два вина. Почему вы решили именно... Смотрите, мир поменялся очень сильно в последнее время. Если ты делаешь даже хорошие вещи и правильные, которые развивают страну, приносят прибыль и мотивируют других людей, но сам об этом не говоришь, то начинают люди про тебя говорить. И разговор может быть разный. Поэтому лучше сейчас ты сам делаешь и сам это показываешь. Мир открытый. Сегодня спрятать ничего нельзя. Поэтому мы делаем очень много крутых вещей. индустриальный парк, парк высоких технологий. У нас есть программа под Юнит-Сити. Да, и мы про них говорим. И не скрываем. С другой стороны, мы учим молодежь. Наша еще миссия – это обучить малый и средний бизнес быть более успешным. Я потом объясню, почему очень нужно всем, чтобы малый и средний бизнес развивался и как бы достигал цели. Это было громко. Баг по звуку. Так, чистые бокалы. Ну, обычно мы… Честно скажу, я… Первый раз… И честно, я не очень разбираюсь вине. Ты знаешь, даже был у меня такой кейс, что когда-то, когда я по бизнесу рос, то я решил взять… Человек, который учит, как вино. Этот самый алкоголик? Нет. Который учит. А, учит? Ну, и Сомелье как бы рассказывает. Сомелье. Вот я взял, хотел взять курсы. Я пришел в Сомелье домой, там, разлил. Первое, второе, но на третье я так выпил много, что отказался дальше. Дальше учиться. Да, я понял. Это не мое. Попробовал разное вино много, а надо только пригубить, и это как бы сложно. Поэтому вино пью редко. Пью, если в компании мужской такой, на рыбалке, то водку, а если где-то на отдыхе, то могу текилу выпить. Ну, а если есть вино, то почему бы нет? Почему бы нет? Давай попробуем. Все-таки вино дорогое. За что пьем? За бизнес или за любовь? Пьем за людей, которые двигаются в своей мечте, в своей цели, добиваются успеха. За создателей. За создателей. Класс, ребята. Вот мы с вами выпили, как не Сомелье, наверное, научил. Там нужно почувствовать, поболтать, повдыхать. Пока еще это будущее мой челлендж. Может, я когда-то еще к этому дойду. Слушайте, первый выпуск на канале, я посмотрел его, естественно, полностью с Потапом записали. Ну, как бы интересно. То есть, Потап никогда не воспринимался особо, да, как предприниматель? Потап бизнесмен, позитивный парень, артист, понимает, как работает этот бизнес. Было интересно. Мы решили такую сделать нестандартную ситуацию. Мы пошли на природу, на рыбалку и заодно половили рыбу, поговорили. Там эти водолазы, как фильм, Все было по-честному. По-честному, да. Рыбы поймали немного. Как в лентовой руке. Да. Пять рыбехов. Щуку в конце. Щуку в конце. Щуку вам точно подложили. Нет. Щуку прямо тут же и поймали. Вот с Потапом я не уверен, что убийство все-таки вносит свои правила. Но вы с ним говорили, помимо интервью, или все, что пообщались, вот там и осталось. Я имею в виду, как он именно как предприниматель? Глубокий или? Смотрите, люди креативные, они как бы работают большими мазками, да, то есть, допустим, видно, что он не финансист. Наши прям скрупулезно, потому что все люди хотят, ну как бы, драйва в бизнесе. То есть, для него пионерик название какой-то музыкальной группы. Да, да. Потап-энд, Лисневский. Он четко понимает, куда движется бизнес его. Он ищет новые ниши. Я считаю, что он крутой. В этом, в этом сегменте, я считаю, он один из самых, 100%. Ну, один из самых успешных в Украине. Да, молодец. YouTube для вас, в общем, знаете, самое главное, позитивный все время. Не ноет постоянно какие-то проблемы. Он просто ищет, ищет вариант. Это мне, конечно, импонирует. кстати, у вас, ноющий человек в компании может задержаться? Который приходит. За ней он даже нам компания не попадет. Но у меня бывает так, что на мои встречи приходят люди, которые начинают, знаете, есть в бизнесе, тем более в иностранном, есть small talk. Это люди говорят, я хочу встретиться за самый час. И вот это вон 45 минут рассказывает, какое плохое правительство, где коррупция, где там машина, где бандит. Так я сейчас переделал, я встреча 15 минут. И за 15 минут у него уже нет варианта, нет варианта, он начинает по делу, бах-бах-бах-бах. И если мне это нравится, то я оставляю, еще с ним 15 минут говорю. Если нет, то мне надо убрать, потому что негатив притягивает негатив. Если он все время говорит про коррупцию, про бандитизм, про военное положение, то в конце концов тебе не хочется ничем заниматься, хочется бросить, все уйти. А если все бросят и уйдут, то экономика страны будет в стагнации. А наша задача бизнесменов поддержать, делать свое дело, создавать рабочие места, открывать новые предприятия, двигаться вперед и вдохновлять молодежь, не уезжать со страны, а оставаться в нас. Это основная цель. Василий Иванович, этот канал тоже для этого? Этот канал и для этого, может быть для этого даже в большей части, чем просто показать свои объекты. Я просто помню, как-то один комик завел канал, на котором он показывал, как он качается, а потом неожиданно, спустя пару лет, он баллотировался в президенты. То есть ютубчик, он, знаете, может завести в неожиданные истории? Нет, в нашем ситуации сейчас это было модно и возможно, наверное, 5-6 лет назад. Сейчас очень много предпринимателей идут в ютуб, и это, наверное, правильно, делится своим опытом. А что вы так, ну, с какой-то задержкой? Вы смотрели, как это работает? Потому что Черняк, по-моему, в 18-м, Федерев в 17-м, Фанч ТВ тоже где-то так? Знаете, я, бывает, просматриваю там ютуберов, да, и из них 90% людей говорят про бизнес, и бизнесом не занимаются. Для меня Черняк это удивительная история, потому что реально он бизнесмен и профессионально занимается ютубом. Но я пока вот так просто положить столько времени и средств, энергии для того, чтобы быть популярным ютубом, я пока не чувствую этого. Я ютубом занимаюсь там час в неделю, а все остальное время занимаюсь бизнесом, развиваю, строю, объединяясь, еще партнеров, мне нравится бизнес. Но это как необходимая часть реального бизнеса. Хорошо, вы, вы говорите, час потратили, команду у вас небольшая, да, по ютубу, давайте такой лайфхаки. У меня нету команды, просто ютуберская, у меня есть команда вообще, которая вместе со мной, ну, как бы, я пишу пост, они, бывает, ты корректируешь, а бывает и нет, потому что, честно говоря, в школе учился плохо, это просто мне стыдно за свои ошибки. Это я пишу в диктанте, в диктанте, или в словах, поэтому, может, что-то исправят, а в основном это я пишу и прямо они ставят, и я читаю комментарии. Сами отвечали когда-нибудь? Редко, но отвечаю. Бывает, там надо как-то, мне кажется, какой-то тайный знак давать, отвечу на непосредственно Василия Ивановича. Ну, да, это следующий этап, ну, наверное, давайте, как раз, смайлик там, с огоньком, например. Да, вот так. Это я, это я, я согласен. Хорошо, Василий Иванович, в общем, рыбу вы здесь наловили, потом посидели, чай попили, а у вас потом, после этого, не было известных особо людей на канале, то есть начались там интервьюшечки уже такие, более приближенные к бизнесу. мы ищем сейчас вариант, что больше заходит людям, да, потому что у нас сегмент это предприниматели, или люди, которые хотят начать бизнес, да, хотят, ищут возможности, это, поэтому у меня нету цели, чтобы у нас было там миллион или два миллиона подписчика, пускай это будет 20 тысяч, но людей, которые что-то делают, куда-то двигаются, советы внедряют в жизнь, добиваются успеха, вот, вот эта цель, поэтому мы ищем сейчас разное. А с чем вы хотите ассоциировать свое, это правильно, это часть стратегии там заниматься личным брендом? С менторством, я делюсь своим опытом, потому что очень часто, очень часто люди говорят вещи, которые, ну, как бы, которые всем нравятся, а я рассказываю вещи, которые точно, ну, как бы, как бизнес работают. То есть вы за правду жизни. Тут недавно известный певец, тоже, кстати, ютюбер, он с ютюба, собственно, начинал, Моргенштейн, знаете, слышали такого? певцам, фокусникам, намного легче тем предпринимателям, потому что мой контент тяжелый, да, там надо вставать, поднимать задницу, что-то делать, а певцы все варбау, супер. Я вам не предлагаю спеть песен, спеть песенку на камеру, он недавно выступал, но я и не бизнес-форми, предложил, каждый должен заниматься своим делом. Мне, кстати, непонятно, когда бизнесмены там поют, танцуют, прыгают, бизнесмен, бизнесмен. Ну, на карапортире, разве что, после, может быть. Ну, да, расслабиться. Что он рассказывал, ну, чувак точно может что-то сказать про личный бренд, он сказал, что, ну, у него было достаточно забавное выступление, такое впечатление, что он вообще не готовился. Его советы, это с чем-то ассоциироваться, в том числе, вызывать эмоцию, причем он говорил, что работают негативные эмоции, в первую очередь, они цепляют больше. Ну, не какой-то там трэш, а, например, ну, что-то такое, то, что вызывает негативную эмоцию, но не приносит никому вреда. И ассоциация с чем-то. А смотрите, негативные эмоции цепляют сильнее. Почему на каналах мы видим, украли, убили, съели, ограбили, потому что людям это нравится. Это все в обыкновенной новости. Но это, это не создает ценность, люди перепуганы, они сидят, вот когда начнут показывать новые заводы, новые подходы, новый бизнес, новое партнерство, все говорят, а, это реклама, это неинтересно, всем негатив. А позитив создают цепность, потому что, если я смотрю, что открылся новый завод, если я смотрю, что открылся новое предприятие, я хочу это начать делать. А если смотрю негатив, то я никогда это не начну. Так, Василий Хмельницкий, пока начинающий ютюбер, поэтому подписывайтесь на каналчик, вот мы оставим ссылочки везде, где можно, поддерживайте начинающих блогеров. Не молодой бизнесмен, но он молодой ютюбер, так пойдет, я не против. Когда, когда сто тысяч вам обещали? Знаете, нам никто ничего не обещал, нам никто не обещал. Вот эту кнопочку, как вы думаете, сколько я? Ну, у нас канал начинался франчайзинг, вы знаете, мы занимаемся созданием франшизы, и в тринадцатом году мы запустили канал, и вот, смотрите, нет цели получить серебряную, золотую кнопку, это вообще не должна быть цель. Есть цель набрать людей, которые хотят развиваться, что-то делать. Если у меня не будет никогда, если у меня никогда не будет такой кнопки, у меня будет 50 тысяч людей. Я слышу, у вас много денег, а у меня есть лишняя серебряная кнопочка. Да, то есть, в принципе, можно немножко поработать. То есть, это предлагают сделку, Сделку. Не, смотрите, не будем мы не подкручивать себе подписчиков, ни лайки, ни перепосты, это все, ну, не наше. Нам лучше, хорошую новость, мы любим знать, нам интересно сразу знать, но плохую перед хорошие, потому что плохую надо бытненько решить, а хорошая пускай подойдет. Поэтому любой, любой вариант, который есть, мы его ценим. Класс. Будет у нас 20 тысяч, точно будет, и я считаю, это уже неплохо. Но тех людей, которые реально меняют и себя, и страну. Класс, ребят, пожелаем удачи, все-таки 100 тысяч, я думаю, ждать придется не очень долго. Ну, спасибо, посмотрим. Вот. Ну, чаще, мне кажется, надо превышать действительно таких, вызов, вызов, заламповость. То есть, у нас, в общем-то, сегодня тоже такой ламповый эфир, поэтому на этом зафиксируемся. Кстати, если хотите, угощайтесь, у нас есть виноград. Я, правда, не знаю, насколько виноград правильно... Боюсь, но боюсь привыкать к хорошей еде, такой может не быть, поэтому все потом. В смысле, вы имеете ввиду, что вы такое нечасто можете позвать? Все деньги в обороте, ты знаешь, не хватает на хорошие продукты. Вот все, мне кажется, такие обеспеченные люди, они жалуются на то, что денег... Ну, вообще, не жалуемся, мы шутим, конечно, нам хватает. Дело в том, что деньги должны дать тебе независимость. Деньги дают независимо. Потом, я не ставлю цель, там, заработать миллиард или 500 миллионов, это неважно. Они дают тебе независимо. Мне нравится делать большие проекты. А большие проекты, которые меняют социальную среду. То есть, школы, садик, юнит-сити, парк индустриальный, где много заводов, где люди получают хорошую зарплату. Оно тебе и денег приносит, и моральное удовольствие. Поэтому, деньги, это независимо. У вас много проектов, больше 50. Как вы имени управляете одновременно? Вот мы тут подводочку записывали, я поделился, что вот у меня, например, в моем ту-ду менеджере, там, 50 задач. А у вас 50 компаний, наверное, с 5 миллионами задач. Смотрите, очень просто. Да, для простых людей. На самом деле, да, все думают, вот, надо работать 24 на 7 утра до вечера. Да. Все это фигня, потому что надо работать эффективно, а немного. А сколько, кстати, эффективное время? 10 часов, я работаю 10 часов. могу 8 где-то, могу 12, да, потому что, да, конечно, когда у тебя кризис, когда у тебя оврал, ты, я могу сидеть и 17 часов. Но это редко бывает. У вас бывает оврал? У всех бывает. у Василий Иванович, вы не можете у вас сотрудников. Смотрите, сейчас коронавирус, да, самолеты не летают. У нас есть жулианый аэропорт. Да, кстати, самолеты стоят. Да, кстати, надо что-то делать. Вы можете сесть и полететь на них. Да, куда, куда полететь? Денег на бензин нет, понимаешь, полететь. Смотрите, это проблема, да, и это проблема долгая. Это не проблема, которая закроется через месяц, через два. Выйдем на работу, и самолеты полетят. Нет, прогноз, что в 2024-2025 году только вернется то, что было в 2019. Представляете, нам все это время надо пережить. Поэтому это серьезная задача. Сколько людей в команде, назовем так, жулиан? А вот смотрите, в команде я так не могу определить, потому что в команде у меня есть главный управляющий, который мой партнер, и я ему доверяю. Если вы думаете, что я глубоко сижу, понимаю процессы, все в жулианах, жулианах знаете тоже, да? Сегодня я ее не знаю, но все года, когда были прибыльные, я ее знал и отслеживал, но сегодня я не знаю. Это буквально бизнес. Смотрите, почему жулианы? Вот я весь бизнес строю на будущее. Я должен понимать, как он себя будет вести в будущее. Почему я не строю больше торговых центров? Потому что интернет-торговля съедает торговые центры. Это бессмысленно. Почему жулианы? Почему аэропорт? В среднем мире до 2020 года средний класс рос. А рос средний класс, больше денег, тем более на Западе пенсионеры, миллионами, с миллионерами выходят на пенсию, и они начинают больше путешествовать. Поэтому бизнес перевозок людей, аэропорт, он в принципе должен расти. И я думаю, что он будет расти, просто надо прижить это время. Поэтому жулианы, аэропорты, это тренд будущего. Они очень дорого стоят, они точно востребованы, они с хорошей прибыльностью. Но сейчас мы попали в казус, никто не мог увидеть этого черного лебедя. И конечно же, нам придется года два придется, может быть, доплачивать. И хорошо, что у нас 50 бизнесов. А представляете, мне говорят, а зачем много бизнесов? Ты должен одним профессионально заниматься. А вот представьте себе картину, я занимаюсь профессионально аэропортами. И купил Херсонский аэропорт, Николаевский аэропорт, Жуляны, просто все аэропорты. И что бы я сегодня делал? Да я был бы банкрот. А так, этот бизнес, который не в такой плохой ситуации, может всегда помочь. Поэтому я считаю, что хеджировать риски разными бизнесами это правильно. Как этим управлять? Очень просто. Очень просто. Берете менеджера сильного, пускаете его в долю, мотивируете, чтобы он чувствовал, что это его бизнес. Контролируете и даете ему полномочия. И все. И если ко мне придете сейчас на работу, у меня 50 бизнесов, вы приемно не увидите ни одного человека, только по записи. И я, в принципе, свободно работаю. Я, конечно, вижу балансы каждые три месяца. Я, конечно, вижу годовой баланс. Я это отслеживаю. Лично я. Но, в принципе, все мотивированы. Редко кто ко мне придет с проблемой. Очень редко. Это если проблема супер высокого уровня. Так они сами решают. Они мотивированы, они мои партнеры. Это правильный подход. А как найти вот этого? Давайте так, в масштабах более маленьких бизнесов, малых и средних бизнесов. Я ращу их. Я этих ребят ращу. У меня есть ребята, которые со мной работают по 20 лет. И когда-то начинали простыми менеджерами, а сейчас руководят крупными бизнесами. Я вижу, что они порядочные, что они системные. Они как бы ответственные. Я потихонечку увеличу и зарплату, потом даю долю, а потом ставлю на руководителя бизнеса. Нельзя ко мне прийти и сказать, о, Василия Иванович, я хочу вашим партнеру, дайте мне долю, буду управлять жулянами. Это не работает. Это не работает. Надо попросить помощника отменить встречу на завтра у Василия Ивановича. Хотел предложить вам, думаю, зачем вам этот аэропорт сейчас. Ну, точно. Я там поуправляю. Класс. Вы... А, нет, можете в аренду сейчас взять. Зачем он развить, будете докладывать. Единственное, я точно, наверное, придумаю, что там делать. Можно организовать какой-нибудь там, там, те бизнесы интегрируют туда, которые сейчас работают. У нас два выпуска назад был Дима Борисов, который, знаете, ну, ресторатор, и он сейчас интегрировался с заправками. То есть, те бизнесы, которые работают, он вставил туда свои... Смотрите, в ресторане, в принципе, можно проводить ивенты, а может проводить бизнес-встречи, не только кормить. На взлетной полосе можно только... могут только садиться и взлетать самолеты. Там ралли, гонки за деньги сделать нельзя. Есть этот бизнес, который жестко, жестко регулирован. Это невозможно. Ну, типа, формула 10. Это... Там военная дисциплина связана с людьми, связана с ответственностью. Тут надо быть очень ответственным. Мы не можем сегодня сократить весь персонал, а потом его набрать. Это исключено. Там есть допуски. Поэтому этот бизнес... То есть, команда сейчас работает, в общем? Команда работает. Что они делают? Какие-то самолеты летают. А что они делают? Ну, тренируются, обходят, смотрят. Как вы хотите. Ну, они немного... Ладно, день я выполнил, можно посидеть. Давайте по ЮНИТИДе поговорим, потому что, если честно, вот вы для меня, мы обсуждали с коллегами, больше ассоциируетесь почему-то с ЮНИТом. Может быть, потому что это такой самый распиаренный проект. Ну, я имею в виду, он инновационный. Потому что, Жуляны, окей, торговые центры, жилые кварталы. Многие, кто делают. ЮНИТ СИТИН, мало кто делает. ЮНИТ СИТИ, как? Смотрите, ЮНИТ СИТИ, для большинства людей это непонятный проект. Потому что, чтобы его понять, надо прожить жизнь, которую мы прожили. Мы с командой, там, бывает 25 человек, бывает 30 человек. Каждый год путешествуем в бизнес, такие у нас, бизнес-путешествия. Мы едем в Силиконовую долину, а потом следующий год в Израиль, потому что Израиль реально очень инновационная страна. Потом в Китае, потом там в Сеул. И мы смотрим, как развиваются новые технологии, какие новые бренды, какие новые тренды, как это развивается. И мы не можем построить Силиконовую долину, это исключено. Ну, как бы, Силиконовая долина основана на местной, американской, открытой культуре, потому что американцы, они очень открытые. Ты приходишь, говоришь, а какая у вас технология? А он говорит, вот такая технология, вот такая, Да пока вы ее внедрите, мы ее 20 километров впереди. Израиль же, Израиль наоборот, технологии не рассказывает, говорит, смотрите, это очень круто, инвестируйте в нас, инвестируйте, мы очень, нас заработаем миллиарды. А китайцы наоборот, они технологии не рассказывают, деньги не нужны, купите у нас продукт, купите у нас продукт. А у нас какой путь, к чему ближе? У нас, мы все это объединили, сделали такой свой продукт. И этот свой продукт это Юнит Сити, Юнит Сити это платформа, или может экосистема, где молодой человек может прийти в Юнит Сити, пойти в школу бизнеса, потом пойти в школу, потом сделать свой стартап, а мы должны создать ему сервис, чтобы он здесь рос, но самое главное, чтобы здесь в нашей стране остался. Потому что обидно, когда мы приезжаем в Америку, а там 15% украинцев, которые работают в суперкрутых компаниях, зарабатывают по 10 тысяч долларов, а то и больше. Хотелось бы, чтобы эти таланты работали в нас. У нас создавали продукты, у нас достигали успеха. И так же в Израиле. Чтобы вы поняли, в Израиле украинцев очень много, и хотелось бы, чтобы они были в нас. Если у нас есть таланты, то хотелось бы, чтобы они оставались у нас. И это как раз тот проект, который меня драйвит, я считаю, что это будет флагбом. Там еще и будут, ребята, если не были в Юните, обязательно приезжайте в Киев, заходите на Киев. Или в Харьков, у нас есть Харьков. Есть франшиза уже продана, да? Нет, это наш. Я так и понял, вы же там не приходили, поэтому это не франшиза. И важно, почему это нельзя продать франшизу. Этим надо жить. У нас управляющий, он француз, который 15 лет проработал в Силиконовой долине, он понимает, как работает эта система. И у нас управляющий. Кстати, как вам с Домиником работается? Хорошо. Вы говорите, что вы там, часто я в интервью рассказываю, что вы там изучаете английский, и вам это там, не то чтобы непросто, но вот еще не идеально. Не идеально. А тут француз еще взяли на работу. Вот знаете, вот, знаете, многих вот нас сейчас, давайте вот разберем маленький наш кейс. У нас сейчас есть очевидный резерв роста, и мы идем в это направление. Это мировая экспансия. Мы работаем сейчас уже с экспатами, нашими ребятами, потому что у нас вся команда, да и мы сами, в общем-то, говорим там на русском, на украинском. И нам некомфортно сейчас брать нативных ребят и делать для них проекты, создавать франшизы. Но мы понимаем, что надо туда идти. Вот как бы, вот вопрос. А вы, у вас есть такие ограничения? Вот вы типа английского не знаете или французского не знаете? Я французского не знаю, но английский я могу точно разговаривать спокойно, если это не касается глубокого там бизнеса каких-то. Замени кого-то на комиске говорите? На английском спокойно. Я точно понимаю. Или заставили его выучить русский? Ну нет, нет, он не выучил русский. Он хотел украинский, но украинский язык очень сложный, поэтому потихонечку учат. Я разговариваю на английском и считаю, что все люди, которые хотят добиться успеха, должны разговаривать на английском языке. Потому что все знания, все технологии, все научные открытия, они на английском языке. А потом есть перевод, который, конечно же, как-то близко говорит об этом, но все-таки нам нужно знать английский. Это мой габ, это моя проблема, что я не выучил. Ну, сейчас учу, да, учу его спокойно. Ну и как, сколько слов уже знаете? Уже много. Уже могу бутерброд в ресторане заказать. Бутерброд, please, да? И водки принеси мне, мальчик, мы домой лезем, да? А, класс. Хорошо. Юнит, давайте еще немножко об этом. Да, всех приглашаем. В Харькове есть. Как вы запустили Харьковский проект буквально накануне всех пандемий и так далее? Да, это сложно, да. Но Харьковский проект хороший, крутой. Точно через 3-4 года он будет конкурент Юниту Киевскому. Да, потому что в Харькове много талантов, много айтишников, много новаторов. Слушайте, он находится в хорошем месте, выход с метро и футбол. Это, кстати, для, наверное, резидентов очень важно. Да, да. Извините, что перебил. Вы сказали о конкуренции. Как вам кажется, в бизнесе вот этого, в команде создавать внутреннюю конкуренцию правильно? Ну, да, двояко. Может это почему-то привести к хорошему? С одной стороны, хорошо, потому что люди конкурируют, они больше мотивированы. То есть у меня, если, допустим, Юнит Киев, мы передаем какие-то знания Юнит Харькова, но Харьков все равно хочет сказать круче, и он что-то сам ищет и сам внедряет, чтобы показать свой уровень. И я это поддерживаю. Самое главное, чтобы это не поменяло и не подорвало внутреннюю культуру, потому что современный мир, это не мир одиночек, это командная игра. А командная игра с очень крутой внутренней культурой, когда люди делятся знаниями, помогают друг другу, вместе спорят, потом решают, двигаются, внедряют. Поэтому тут есть опасность, но я думаю, мы с этим справимся, потому что мы все команды обучаемся, все время движемся, все время спорим и как бы делимся своими знаниями. Есть такой вызов, но мы с этим справимся. У нас здесь есть рубрика, мы записывали такой проектик, самый умный предприниматель. Был Миша Аркальский. Это не я, честно скажу. Нет, это даже не я. Да, потому что я могу сказать вам уверенно, что у меня все люди, которые меня окружают, топ-менеджеры, в чем-то умнее, чем я. В чем-то сильнее, чем я, это точно. Моя задача их создать условия, чтобы они вместе работали. Потому что глупых людей можно объединить. Попробуйте объединить умных. Как вам кажется, что здесь рекламируется? К этому ответу можно прийти логически. И мы, кстати, говорили недавно об этом. На что это похоже? Слушай, даже не знаю, честно. Но это реклама чего-то. То есть креативная, конечно же, идея. Креативная идея. Обыграна простая штука. Что здесь рекламируется? Что здесь изображено? Девушка в девушке. Девушка в девушке. Ну, звучит не очень, но звучит как есть. Как есть. Может, ты не знаю. Ну, вот это кто? Салон красоты? Нет, нет. Давайте подумаем, кто вот это вот. Это девушка индуска. Так, а это? Ну, похоже на... Что-то Янка, наверное. Да, да, да. Да. И что это рекламируется? Да. И что это? Да. Языковые косы. Это как бы будь в коже, там, внутри другого человека. Смотрите. Нет, не прикольно. Не прикольно. Да, вообще не прикольно. Все. Вы хотите... Спиклайк найти. Эти люди, но не думай, что это круто зайдет. Почему? Трехходовка. Это надо сидеть, думать. Сегодня... Нет, там объясняется. Это же я вам отрезал. Конечно. Короче, сегодня не требуется в современном мире делать 3-4 хода. Надо сказать, вот так, мы вот так делаем, вот так это получится. Учем близкие. Это нормально. А если ты говоришь, а вы подумаете, а там за поворотом надо еще подумать, а вот там еще подумать, и может вы дойдете до цели, это не сработает. Какой у вас самый дешевый бизнес в портфеле? Ну, такой самый простой. Потому что жирлянный, юнит, это все похоже на какие-то гигантские... У нас есть акселератор, где мы поддерживаем малый и средний бизнес. И мы не просто даем деньги, а даем смарт-мани, то есть умные деньги. Мы помогаем в бухгалтере, стратегии. То есть к вам может прийти там какой-то владелец условной кофейни? Кофейни нет, наверное, больше у нас производственный акселератор, если вы что-то производите. Поэтому у нас там есть компания, которая делает ванны, компания, которая делает электрофорнитуру, компания, которая делает лестницы алюминиевые. Это все прибыльные компании, толковые ребята, где мы проинвестировали деньги, но и сопровождаем там со стратегией, с бизнесом, с линейной технологией, сопрождаем все то, чтобы они были более успешны. А вообще сейчас производство это... Почему вы производственное делаете? Потому что это самый сейчас низкоконкурентный тип бизнеса. Ну, смотрите, производство, тут есть две вещи. Во-первых, производство это реально драйвер экономики. И, к сожалению, мало сегодня правительств, кто это понимает. Это плохо. Все думают, что дороги, школы, садики. Школы, садики, конечно, это важно. Но более важнее строить производство. Потому что если вы построили завод, а к вам на заводе работает 200 человек, допустим, то эти 200 человек получают зарплату, идут в магазин, покупают товар, на него начинается спрос, и он начинает производиться, снова создает 200 рабочих мест. Это двигает экономика. Но в салоне красоты, в сети, может тоже 200 человек работать? Нет, нет. Смотрите, салон красоты может работать только если есть производство. Вот скажите, у вас салон красоты, а у меня ресторан. Я пришел у вас, вы пошли ко мне поели, а я вас подстригся. Где бизнес? Где бизнес? Я получил удовольствие от еды. Да, ничего не получили. Надо, чтобы на заводе работало 500 человек, которые к вам вечером придут в салон, а ко мне придут поедят. Если без производства, все сервисные бизнесы будут в штагнации. И это понимают все. Допустим, если вы видели дебаты Трампа и Байдена, там они спорили, оскорбляли, но один и другой говорят, мы будем возвращать производство в Америку, мы будем строить новое производство. Apple уже хочет. Потому что это драйвер экономики и только это. Поэтому первое, это драйвер экономики, драйвер. И второе, конечно же, это очень важно понимать, что это крутой бизнес. Потому что пандемия показала, что если Китай закрылся, помните, в прошлом году закрылся, то полмира осталось без товара. И сегодня компании мировые ищут возможность производить где-то, хеджировать риски и производить не только в Китае, а, допустим, в Украине или в Польше. Только Польша умная. Она всех, кто заходит сегодня в Польшу, дает максимальные стимулы, чтобы они производили Польшу, чтобы они создавали рабочие места. А мы, к сожалению, это не делаем. Быть заводчанином, производственником как-то не круто. Круто быть айтишником, финтех, стартапом или там, в худшем случае, ресторатором. А вы знаете, почему ресторатором? А типа, если ты молодой парень, ты сейчас открыл ресторан, девушки тебе пойдут, друзья зайдут, сказать, братан, крутой ресторан. Плать можно на шару. Это не на шару, на самом деле, это за свой счет. Но, Андрей, это все драйк. А производство вообще? Да, производство все считает, что это, типа, делать какие-то баняки там или кастрюли. Но на самом деле, на самом деле мы, украинцы, толковые, талантливые люди. Мы можем производить все, что угодно. От кастрюль до космических кораблей. Больше того... Вы не спешите космические украинские корабли. Так, о чем у меня спрашивают? Надо идти в правительство спросить. Я не знаю. Я пока делаю выключатели, розетки, лестницы, ванны. Поверьте, через 5-6 лет буду делать и роботы. Слушайте, это навык нарастает. И когда мы будем делать роботы, это вопрос только времени. Вы же видели, ну, сумасшедшие эти ребята из Boston Dynamics? Я видел. Ну, наверняка видели. Может, вы были даже у них. Они в Boston? Нет, я у них не был. Красиво это смотрится. Так, а что качество такое? Это же просто люди. Скоро они будут делать людей, мне кажется. Людей пока будут делать люди. Оставьте приятное нам. И роботов будут делать люди. Короче, у нас что-то с интернетом. Илон Маск. Чувак, который в том числе создает. У него же есть завод по производству автомобилей, условно говоря. Завод по производству огнеметов. Завод и так далее. У него много проектов тоже. Тоже такой, знаете, американский Василий Хмельницкий. Нет, я маленький, маленький, маленький. Ну давайте для хайпа на ютюбе, для подписи. Я не хотел бы, чтобы меня сравнивали, потому что он реально крутой, крутой мужчина. Маск. И больше того, хочу сказать, что он, наверное, маркетолог, который делает хайп. На самом деле его, Тесла, если вы купите акцию Тесла, то отбиваться ваша акция будет тысячу лет. Это вообще не про бизнес. Да, говорят, одна из самых переоцененных акций. Это вообще не про бизнес. Это все пока хайп такое. Ну хайп делает круто, честно признаюсь. Ну хорошо, ну хайп, но все-таки там есть большие идеи. Это завоевание космоса, электрификация транспорта и так далее. Вот в эти штуки в Украине есть ли смысл идти сейчас в космическую? Вы же сказали, там, строите ракеты. Так может Василий Иванович построит? Смотрите, правильно было бы, честно скажу, допустим, если у нас КБ Южный объединилась бы с Маском, под его заказы делала бы там какие-то батареи, корабли, какие-то панели. Это было бы круто. КВД для самолета. Потому что мы типа самостоятельно, мы сделаем свой спутник. Слушайте, мы сделаем сейчас какой-то спутник, который точно будет не суперсовременный. Ну наверное, наверное сделаем. Но лучше объединиться с кем-то мощным, которые придадут тебе знания, дают тебе заказы, а ты под это построишь новое РНД и будешь двигаться. То есть у нас не хватает все-таки знания. Такие компании, как Тесла, могли появиться только в США? Ну пока да, наверное. Я кстати хотел, мы говорили про производители, у нас есть ребята. Я на всякий случай, я же не знал, принесете ли вы свое дорогое вино. Я купил немножко подешевле, но тоже неплохо. Ну понятно, если ты сказал бы, что купил, то я конечно не принес бы. Не принес бы. Но это я вам могу подарить. Это украинский, кстати, производитель, биологист, ребята где-то под Киевом выращивали. Это реклама? Ты хочешь сказать, покупайте это? Нет, я заплатил, я могу показать чек. Я верю тебе. Нет, Дима Борисов, они год назад еще рассказал, я их иногда покупаю оранжевое. Знаете, такое мутное. Видите, как само... Это вино или... Вино, вино, вино. Смотрите, люди, если что-то делают необычное, и это успешно, я это поддерживаю. Там нету даже вино. Там все вручное, типа у них. У них тут даже, это не реклама серьезно, у них тут даже номер бутылки подписан. Ну прикольные чуваки, мы тоже поддерживаем. Я никогда у них бесплатно ничего не брал, все покупаю. Вот, что вам еще подарите, даже не знаю. Может быть... А может я выберу что-то? Только оператора не забирайте. Андрей, кстати, у нас есть постоянная рубрика вопросов от оператора Андрея. Давай, Андрей, есть у тебя вопрос ко мне. Есть вопрос. У вас большой опыт в строительных проектах. Так. На информационной повестке в строительстве сейчас в новостях везде недострои ЖК, люди там скандалят. Как вот рядовому покупателю найти, в каком там ЖК просто купить квартиру, потому что со стороны каждого, кроме Никона, никому не доверять. Ну смотрите... Вы поняли вопрос? Я понял. Вопрос, кому можно доверять. В рынке Украины есть 5-6 компаний, которые можно доверять. Я не буду их называть, потому что это будет реклама. Не, можете назвать. Нет, нет. Могу только одну назвать. UDP. Это точно можно доверять. Потому что это наша компания, и я гарантирую, что мы все достроим. Все остальное я не буду рекламировать конкурентов, но смотрите с опыта. Смотрите, мы на рынке 20 лет. Мы ни один объект не ввели ни вовремя. У нас нету недостроил. Поэтому и так же, наверное, и в тех компаниях, которые вы называли, и таких, наверное, 3-4 компаний. Вот нужно покупать у них. Потому что если очень дешево и очень быстро надо деньги, есть большой шанс, что это будет недостроено. Так, ты что, не понял? До Никонова работы? Как кто-то заслали? Отставил. Ну, у Никонова точно можно покупать. Он надежный застройщик точно. А как вы, кстати, в вашей стратегии работы с конкурентами? Смотрите, мы строим необычные продукты. Вот на Юнит-сити, допустим, у меня работают UDP, которые мы, Никонов Канн, и строят Ковальская. Потому что как-то необычно, да, зачем нам было. Потому что мы делаем продукт, который не конкурирует за 50 долларов. А мы делаем продукт вообще другой. Он не на 50, он на 500 долларов дороже. Но этот продукт дает тебе столько сервиса, что ты, находясь в Юнит-сити, ты более сильнее растешь. Ты более быстро добиваешься своей цели и успеха. Это наше главное, как бы, конкретное преимущество. Круто. Спасибо за вопрос от оператора. Василий Иванович, я тут почитал Википедию вашу. Давай. Я обнаружил, что вы родились в Казахстане, в городе Байнаум. Я знаю, я открыл карту города. Или что это? Это поселок. Поселок, это даже не город. Смотрите, какой маленький. Очень маленький. Здесь даже, видите, отметок на гугле нет. Вот здесь есть магазин продуктовый, Айгерим. Он говорит, что там... Вы знаете, мне хотелось родиться в каком-то маленьком, спокойном городке. Я отыскал, да. Зачем мне было Лондон, Париж. Тут отзывы есть о магазине. Я не знаю, магазин, да. Смотрите, у меня мама и папа поехали на целину поднимать. Поехали зарабатывать деньги. Денег они, конечно, не заработали, но меня оттуда привезли. Я приехал оттуда, когда мне было два годика. Поэтому магазин, не помню, честно. Мама говорит, что я еще до двух лет пил молоко, поэтому в магазин заходил. Ну, хоть молоко, а не как там обычно, да. Отличный продуктовый магазин, много что есть. Много колбасных изделий, кстати. Но вы знаете, что мне больше понравилось? Вот это вот, отлично, пять звезд поставил еще, я написал, отличный магазин, все есть, кроме души. Ну, потому что душа уехала, когда я была два года. Ну, вот это вот добавление эмоций, как говорит Моргенштерн, да, личного бренда, для продукта он важен. У вас есть вот эти вот какие-то такие хайповые проекты, по-моему, университет или вы не прошли? Что такое хайповое? Ну, хайповый, вот как вы сказали, Илон Маск. Вот там же хайп. Ну, это бить молотком по стеклу своей машине. Я, наверное, более прагматичный, я хочу, чтобы проекты все были закончены, чтобы он там разгромировал подземное метро, по-моему, в Сан-Франциско или в каком-то городе. Кто, Маск? Да, типа машина под землей, я не понимаю. Гиперлуп этот или что? Нет, нет, и гиперлуп, и, допустим, он хотел сделать под землей, машина на скорости едет, прямо опускается под землей, на скорости едет, обходит, ну, как, трафик. Кробки, да? Да, пробки. Ну, я не знаю, насколько это можно внедрить, и будет это внедрено. Я стараюсь, если я что-то обещаю, спланирую, это точно просчитано, точно это можно сделать, точно это будет экономически выгодно. Поэтому все не могут быть Илон Масками. То есть, должны быть и простые предприниматели, такие, как я. Скромные. Василий Иванович, вы в прошлом году стали папой, правильно? Точно, и не первый раз. И не первый раз, я об этом хотел поговорить. Получается, у вас дети с такой разницей, что вы застали себя, как отца, в 90-е, правильно, да, в нулевые и в 10-е уже теперь. Все было. Ой, ой, наоборот. Просчитано все было. Все было просчитано. И даже уже не в 10-е, а в 11-е, как это правильно сказать, в 20-е. Это старшие дети воспитывают младших, имея опыт. Как менялось ваше отцовство в эти разные периоды? У всех одинаково. Когда ты молодой и занимаешься бизнесом, у тебя мало времени воспитывать детей, ты больше в процессах. Можно так не делать? Да, можно. Ты в процессах. А как бы в бизнесе ты меньше уделяешь внимания для воспитания. Когда ты уже старше становишься, ты понимаешь, насколько это важно, и ты больше уделяешь внимания. Я сейчас точно уделяю больше внимания младшему сыну и дочке, чем уделял старшему. Но я довольный, как старший двигается. У него свой бизнес? У него свой бизнес. А чем с этим занимается? У него, по-моему, он обслуживает Bold Food. Это вот на самом деле компании крупные, такие как Bold. или другие, которые имеют... Клова там есть. Да. Нет, Ракета это только компания, которая разводит еду, а Bold это и такси, и развозка. И на самом деле эти компании сами не работают. Они работают через посредника, которые работают уже с водителями, им не надо тысячи людей. И эта компания, которая обслуживает Bold, собирает этих людей, контролирует развозку, они получают небольшие деньги, проценты. И как раз это и есть бизнес. Транзакционный такой бизнес у него. Да, потом у него есть какой-то еще бизнес, у него магазинчик есть, потом есть... О, ему нужна франшиза наверняка. Наверное. Но это на него спросить, я у него бизнес не влажен. Я уверен, он может у меня спросить совета, я могу поделиться, но я не вникая, как он зарабатывает. Он, бро, это зарабатывает неплохо, довольно хорошо развивается, я довольный. То есть, в принципе, он получил чуть меньше, я так понимаю, внимания вашего конкретного? Стал предпринимателем? Тем не менее, конечно, когда стал предпринимателем, это я много внимания ему уделил, это понятно. А как вот я, например, представим, у меня, моему сыну, скоро 6 лет, я тоже хочу, чтобы он был, ну, я так хочу, может, он не захочет, я уточню у него чуть позже, но пока я хочу, чтобы он был предпринимателем. Какие мы навыки закладываем? Во-первых, вам нужно быть предпринимателем, потому что это вроде чего получается. Часто люди хотят, чтобы дети, там, ты только не кури, мы тут курим, а ты не кури. Или мы тут пьем, а ты только, ты вот смотри, вырастет, ты не пьешь, это не работает. Если ты пьешь, то тебя и ребенок будет пить, если ты куришь, то ребенок, если ты спишь до 12, то ребенок, это отражение тебя, только маленькое. Поэтому надо самим показывать свой пример. То есть ты сидишь, принимаешь решения, берешь с собой на работу, объясняешь ему, как это работает, даешь ему право на ошибку, потому что у меня старший сын с 14 лет начал работать на стройке. И реально, раствор мешает на вашей печи, да, на моей, потому что под контролем. 14 лет, в принципе, работать сильно нельзя, но, в принципе, если сильно хочется, то чуть-чуть можно. Папа отмаженствует. Да, он не полный рабочий день, но он работает. И через свои руки, я, кстати, этот кейс рассказывал у себя на канале, я вам тоже расскажу, когда у меня средний сын пошел. У нас просто больше подписчиков и просмотров, поэтому есть смысл. Давайте расскажу. У меня средний сын, я его в субботу, когда он хочет карманные деньги, я его приглашаю, заработать в юнит-кафе на юнити. И вот он 2 часа работает, это моет посуду, убирает со стола, придет заказы и зарабатывает 50 гривен в час. Вот он заработает или 100 гривен, сейчас точно не помню. Короче, задача поработал, заработал 200 гривен. Ну, ему сразу отдали 200 гривен. Я их дал человеку, он его отдал, он же заработал. Я прихожу его забирать, говорю, сынок, пошли, говорит, папа, купи сока, я устал. Я говорю, слушай, так ты купи, ты же заработал 18 гривен. Ты что, так дорого? Я свои деньги не готов, это дорого, это мои деньги. А папины деньги, пожалуйста. Ребенок должен почувствовать, что такое деньги, как они зарабатываются. И только это может дать ему толчок. Потому что мы любим своих детей, мы готовы купить дороже игрушки, какие-то там еще, и он не чувствует, что это ценность для него. Мы платим за плату, например. Вот один день в садике гривна. Серьезно? Ну, только мы, конечно, не настоящие даем, потому что они грязные. А купили вот эти, вот знаете, детские, ну, эти ненастоящие деньги и платят. Он потом за них машинку покупает. 20 гривен машинка. Слушай, а если я буду ходить на работу, сколько мне будет платить? Мне нравится этот кейс. Я не против вас пригласить на день поработать у нас кем-то. Я могу в Юнити что-нибудь у вас там поразливать кофе. На пол. В основном. Смотрите, офигенный. Моя любимая серия Вин Вин Шоу в ресторане, в кафе, в Юнит Кафе. Очень прикольно было. Смотрите, про детей еще. Да, да, да. Нет формулы воспитания идеального ребенка. А, или вообще идеального ребенка. Ребенка. Потому что все связано с нашей культурой. Да, и наши какие-то ценности. Нашими повадками. То есть, больше того, если человек, папа с мамой целый день сидят и говорят, а в стране это плохо жить. Нас тут недооценят. Правительство плохое. Президент плохой. То ребенок растет такой же. И уже ничего не хочет делать. О, очень крутой кейс. Расскажу. Очень крутой кейс. У нас лишь блокноты. Да, записывайте. Это реально крутой кейс. Андрей, ты включу запись? Смотрите, у нас есть школа. Школа на Новопечерских Липках. Мы взяли канадейку. Она знаменитая. Канадейку, которая... Вообще-то у нас 10 иностранцев работает, но канадейка управляет. Почему канадская? Канадское образование очень крутое. Крутое и высшее образование, и среднее. И вот, смотрите, первый наблюдательный совет. Я, понятно, что член наблюдательного совета. Жена моя, член наблюдательного совета. И директриса говорит, что есть три вопроса, которые я хотел бы с вами обсудить. Первый вопрос. Дети опаздывают в школу. Что с этим делать? Устает мой хороший знакомый, очень крутой парень, который успешный. Говорит, слушай, я знаю, что делать. Мы все равно деньгами не сможем их доказать. Надо так, чтобы они швабру в руку, и вот опоздал, помыл коридор, помыл туалет. Вот все будут видеть, поверьте меня, через месяц никто не будет опаздывать. Я говорю, так крутая идея, давайте. А родители в курсе? Смотрите, дальше, второй кейс. Говорит, смотрите, есть 10 сложных детей. Дети реально, кто-то там чуть матюкается, кто-то там неправильно себя ведет. Я говорю, так я могу решить этот вопрос. Мы владельцы школы, частная школа, приглашаем родителей, ставим задачи. И если они не выполняют деньги, возвращаем их в другую школу. Идите там, где вы хотите, если вы нашим правилам. Не поддерживаете наши правила. А третий кейс, она говорит, смотрите, я обязана через 6 лет уйти с директора школы. У нас такой, ну, контракт. Мы не можем в одной школе быть больше 6 лет, что правильно. Нельзя там 20-30 лет работать, свою там мафию. А у них прямо закон, что по 6 лет. И тогда надо найти человека, который я когда уйду через 6 лет, чтобы он уже был готов меня заменить. Ну, я говорю, так, слушай, найдем на рынке менеджера хороший, поставим вам залучер, вы обучите за 5 лет, вы уйдете вообще на ваше место. Все вопросы решили. Все просто. Так она через 6 лет уйдет от вас. Подожди, слушай. Слушай, теперь ответ. Я-то думал, что это все просто. Мне жена говорит, слушай, Вась, надо идти с директором разговаривать. Она сказала, что вы вчера поговорили, поставили дачу. Но она это делать не будет. Я говорю, как это нам делать не будет? Я прихожу к ней и говорю, слушайте, а что такое? Мы же это все обсудим. Она говорит, слушайте, она говорит, смотрите, вы хотите сказать, что человек опоздал и в виде наказания вы его заставите работать. Вы понимаете, что он до конца жизни будет думать, что работа это наказание? А у нас в Канаде работа это ценность, и любая, даже туалет мыть это ценность. Это не может. И все в школе будут думать, что работа это наказание. Я это точно не сделаю. Я такой, опа, ну ладно, а второй вопрос что? Второй вопрос, смотрите, у вас частная школа, у нас очень крутой отбор. Вы отбираете родителей, детей, а в нормальной школе не 10 человек сложных, а 20%. Так школа это университет, который делает и сложных детей, и не сложных. Мы под каждого должны дать психолога программу, поставить человека, и через полгода он должен быть не сложных, потому что если мы выкинем на улицу, всех сложные, какая будет страна? Я еще там выше, ниже, сел под стул, и говорит, а поэтому на мое место человеку, вы, конечно, можете подобрать с рынка, но поверьте, все хотят быть директорами. Давайте я посмотрю, какой учитель сегодня мощный, какой есть потенциал, а потом потихонечку сделаю замом, там, а потом поставлю своим замом, и я уйду. Боже мой, она три простых вопроса, которые я считал вот так, она вообще перевернула все в другую сторону, и мы как раз, мы люди, которые имеют детей, мы считаем, если у нас дети, мы все знаем про воспитание, приходим в школу, начинаем учить учителей, как надо с нашими детьми общаться. Это не работает. Это не работает. Образование это другая сфера, это крутая, где должны работать профессионалы. Ну и, конечно, хорошо зарабатывать, конечно, это бесспорно. Ну, мозги, в общем, включать надо, не только, как бы, стереотипами мыслить. Вот так. Ну, это круто очень. Ну, это реальный кейс. Вы премию дали? Премию, сейчас лет закончила, она ушла, сейчас другая канадинка приехала. А, то есть это было давно? Это было давно. А, сейчас, после этого я уже советы меньше даю, я больше слушаю. Но сейчас другая канадинка, тоже хорошая женщина, управляет школой. А что с Канадой? Там прям какая-то супер школа учителей? Нет, нет. Смотрите, Канада, вот Америка, очень крутое высшее образование и очень, очень нехорошее среднее. Очень крутое образование в Канаде, в Финляндии, в Сингапуре, поэтому мы почему выбрали Канаду? Потому что Канада нам близко, там много украинцев, там у нас диаспора хорошая. И, в принципе, это нам подходит. Поэтому канадинское образование хорошее. Круто. Так, Василий Иванович, в принципе, мы уже практически допили вино. Остальное, вы поверьте, допьют достойнейшие люди. Я не занимаюсь. Но если вы, конечно, не планируете забирать? Не, не, я просто еще не ухожу. Так, я с удовольствием, спасибо. С вами можно, у меня вторая бутылочка есть, в вашу разобрал. А гаджеты хочется поговорить, чем вы используетесь в последней жизни? Ну, понятно, там какие-то еще там смарт-часы, смарт-часы, смарт-часы. Я стараюсь очень много не пользоваться гаджетами, потому что это затягивает, и даже мне там хочется что-то посмотреть такое. Я только учусь, я английский учу, смотрю какие-то блоги других интересных бизнес-спикеров, чтобы что-то оттуда взять, поделиться. Ну, могу смотреть ТЭП еще, когда учу английский язык. А вообще, там видосики, все остальное я не смотрю. А что у вас на стартовом экране? Какие установлены приложения? Какие приложения? Английский. Весь экран старт. Смотрите, у меня будет актуально, потому что у меня средний сын берет мой телефон и там у него всякие игры там наставил, поэтому я их не удалил. Хорошая атласка. Я вообще не играю в игры, вообще не играю в игры. Самое время начать, у вас установлено уже даже. На самом деле это, наверное, как-то расслабляет, да? То есть, когда ты играешь, там, темно, я заводишься, но я не играю. Знаете, есть такое понятие, по-моему, эскейпизм, да? Или как бы, когда человек убегает от проблем жизненных, кто-то там в алкоголь, кто-то там в игры, кто-то еще куда-то. Это не про меня. Нет, я понимаю, это я не просто... Нет, наоборот, когда проблема у тебя, новые, новые вы первые стоите. Да, первые, когда мне говорят, поделать две новости, одна хорошая, другая плохая, ару плохую, давай, давай плохую, сейчас разберемся с ней. Слушайте, а хорошая потом, она никуда не денется. Вот это вот, да, терпимость к сложностям, это круто. Как это воспитать? Вот, например, вам предстоит завтра, там, вы знаете, сложные переговоры, или там какое-то еще сложное действие, выступление, или что-то, что вам действительно не хочется делать, но нужно. Как выступление, выступление, только тренировка. Не выступление, окей. Это вообще, допустим, сложные переговоры, это только твой опыт. Завтра вам нужно уволить человека, который поработал в компании 10 лет, но, например, украл. Самая, самая, самая плохая, сложная для меня история, это уволить человека, который проработал 10 лет, не украл, а остановился в развитии. Вот это, если украл, все просто. Украл свой талант. Не, украл это, я сразу вызвал, его уволил, заставил деньги вернуть. Но, если он остановился, он нормальный, он просто не учится, не движется, уже отстает, и это самое сложное. Я стараюсь тоже уволить, но выдать ему, там, от 2 до 10 месяцевную зарплату. Бывает так, что выдают за 10 месяцев, наперёте. Очень выгодно увольняться у Василия Ивановича. Да, только сначала устроитесь. Это непросто. Заплатить надо 10-месячную зарплату. Это подход такого, сад. Хотите еще один кейс расскажу, я считаю, он крутой. Это 2 года назад ко мне пришел молодой человек, и вот, Василий Иванович, наконец-то, я наконец-то к вам попал, я за вами следил, хочу работать в вашей компании, потому что я уже поменял 10 работ, не могу найти работу по душе. Мечты. Я говорю, слушай, ну ты даешь, а сколько тебе лет? Вот 30. То есть он поработал на 10 работах, столкнулся с сложностями и бросил ее. Потому что, что такое работа по душе? Вот как вы представляете работу по душе? Ну, по душе, в смысле, ну, я кайфую от того, что ты делаешь. Ну, 50% земного шара людей ищут работы по душе. Это 3 миллиарда. Как они представляют? Это легкая работа. Да, ничего не делают. Это нету вызовов. Это тебя уважают. У тебя крутая зарплата. У тебя власть есть. И тебя все время подвигают по лестнице. Вот они представляют это работа по душе. А это несовместимые вещи. Если легкая работа, то нету денег, нету уважения. Если уважение и деньги, то это вызовы, преодоление этих вызововов. Поэтому легкую работу или, допустим, или работу по душе найти нельзя. Ее можно создать. Подождите, в жулях сейчас работа по душе. Вы готовы пойти туда? Люди сидят. На самом деле… По лестнице может продвигаться, знаете, такой поиск этого? Полной работы по душе нет. Потому что я люблю креативность, строить большие объекты. Но мне приходится сидеть в бухгалтерии. Это скучная, нудная вещь. Сидеть в кредиторской, дебиторской задорожной. Смотреть эти затраты. Это вообще для меня смерть. Но я понимаю, что если я это не буду делать, то и не будет второй части. И да, все не идеально. Поэтому надо создавать работу по душе. Это создавать. Я все сделал для того, чтобы вас вырвать от скучной бухгалтерии. Немножечко переместить. Спасибо вам, что приехали к нам. Немножко венца выпили. Отлично. Спасибо. Легче стало намного. Да, давайте. Спасибо. Классный. Сказали, очень строгий тайм-менеджмент. Если чуть больше на одну минуту, отлично сразу не будем злоупотреблять ваше поклонение. Водушием. Желаю удачи вам добиться миллиона. Здесь все решается пришлое. Это не главное. Золотая. Знаете, что главное? Подписчики прекрасно. Спасибо вам всем. Но мы же занимаемся созданием франшиз. Это тоже от развития предпринимательства. То есть, меньше рисков. И все, все кайфуют. Все получают работу по душе. Можно купить работу по душе. Открыть там ресторанчик. Может быть там когда-нибудь Юнит-Сити. Давайте. Франшиза Аэропорта Жулян. Все может быть. Все может быть. Круто. Спасибо. Спасибо. Как правильно. Да-да. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин